А вы денежки храните в долларах? В долларах нет. Так вы понимаете, в доллар то прыгнул, весело было. Пусть прыгает. А деньги вы где храните, если ничего? Сбербанки. А сколько процентов? Это там что-то на 3 года 7 процентов, по-моему. Всего 7 процентов. А не хотели бы вы получать деньги, в смысле хранить свои деньги и взять за них 23 процента годовых? Ой, знаете, сыр только в мышеловке бывает. А есть ли это магнитогорская контора, которая вам это делает? Не верю. Точно не верите? Не верю. А вы денежки где храните? У вас доллары наверняка? Никаких. Как пенсии получаем, так и расходуем на питание. Вы живете на пенсию, да? Да. А денежки складываете где-нибудь? Нет. То есть все получается туда, да? Все идет вот это 200 рублей. Вот это 200 рублей. А Господь нас и так похоронит, да? Вы доллары покупаете? Нет. А что делать, когда вот у нас инфляция такая веселая? Ну, у меня их нет, поэтому я особенно не переживаю. А где вы деньги храните? В Сбербанке. А сколько процентов у вас? Примерно. Не конкретно в Сбербанке, а просто в банке, я неправильно выразилась. А в банке, да? А сколько там процентов? 10. А вы понимаете, да, что если бы вы деньги вложили в доллары, было бы чуть побольше, да, правильно? Доллар какой-то 28 и 36 прыгнул. Ну, наверное, да. А если бы мы вам... А если бы мы вам сказали, что вы могли бы деньги вложить в большую и получить большие проценты, что бы вы сказали? Ну, смотри, какой процент. А вот примерно 26 процентов годовых. Не верю в это. А если сюда зайти? То есть вот этот вот гранд капитал? Да, да, да. 26 процентов годовых. Ну, если это миллион, а если нет, то получается 23. Ну, нет. Наверное, бы все равно не рискнула. То есть все-таки 10 процентов? Да, 10, но спокойно. Все говорят, что все собирают доллары? Нет, 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 нет. Ни в коем случае. А денежки храните все-таки где-то? Скорее всего, вы за себя. Деньги храните в долларах? Нет, только в рублях. У меня не такая большая зарплата. Ну, в долларах было бы круче, да? 26 рублей купил, сейчас уже 36. Да, согласен, но дело в том, что я все-таки не это. Предпочитаю рубли. А в каком банке вы храните денежки? В сбербанке, больше у меня зарплаты в сбербанке. А проценты? Проценты не знаю, сейчас я как-то не слежу, не обращаю на это внимание. А если вы захотели получить деньги в больших процентах? Не знаю, я очень далек от этого, поэтому не интересуюсь, извините. А если вы сюда зайдете и потом поговорите? Ну, не знаю, если будет время, зайду. А теперь давайте попроще. Что такое банк? Банк, даже при всем к нему уважении, это способ зарабатывания денег, а не способ вам навернуть проценты. Наши банки зарабатывают деньги, выдавая кредиты. Из чуть-чуть ваших денег и беря нормальные займы у государства. То есть там займы под 6%, а деньги вам под 60%. Сказки о том, что все круто и меньшие проценты, сори, сказки. Кредитный потребительский кооператив Grand Capital Credit берет ваши деньги под меньший, чем в банке, процент. Крутит и вертит вашими деньгами и выдает вам правильную мзду. Тут-то просто надо понять, кому вы выдаете деньги. И как только кредиты подешевеют, хотя мне в это как-то не верится, и вот тогда, сори, вам-то столько и не видать. Мы вам сейчас показали то, о чем думают горожане, да, представляете? Денежки они хранят в Сбербанке. Сбербанк, в принципе, хорош, да. Но у Сбербанка не те проценты. То есть 10% годовых. Я сразу всем говорю, а почему вы деньги сразу не сняли и не купили бы доллары? Потому что это было бы клево. В долларах классно, да, по 26 купил, а потом 46, вот они и стали. То есть это уже выгода. Но и народ у нас их долларам не доверяет. Хотит деньги в Сбербанке хранить. Вопрос номер два. Вопрос номер два. То есть мы знаем, где вы деньги храните в нормальных процентах. 26 свыше миллиона и 23 до миллиона. Это вот здесь кредитный кооператив «Гарант Капитал Кредит». Расположенный на улице Труда, 21. Опять люди не понимают. Они все думают, что это какое-то неправильное место. И вот вообще-то так. Объясняю. Мы с этим кредитным кооперативом уже очень долго работаем. Я, честно говоря, делал материалы и для этих пирамидок. МММ тоже было. Но это было все как-то разово. А это все-таки нормально и ровно. И здесь вам, естественно, объясняют, что это магнитогорский потребительский кооператив. Он располагается вот здесь вот. Вы сюда деньги принесли. Вам на эти деньги насчитали проценты. И все у вас нормально. Почему бы и нет? Причем проценты считаются правильной. И правильный метод работы. Ставки в 4 раза выше, чем в банке. И место-то простое. На Труда, 21. И чтобы вам не попасться на личинку, писанную у подъезда, скажем. Проценты под 15. Но туда не включена страховка и многое чтука, увеличивающая банковскую прибыль. Ну и контор-то по сути разных много. Собрали денежку вашу и слиняли. Так что думать-то вам необходимо. Да, в городе Магнитогорске много людей, которые вас завлекают. Принесите денежки и мы вам дадим большие проценты. Но не все работают со мной. Представляете, да? Потому что я отвечаю за свою работу. То есть, если этот кредитный кооператив работает, то он работает здесь, на улице Труда, 21. То есть, он вам дает от 26% свыше миллиона до миллиона. И даже если бы мы перешли к вопросу валюты, то все равно здесь выгоднее было бы, чем вы в рублях за 10%, а может быть и за 7% храните денежки. Куда приехать и как понять, что это такое? Приезжайте сюда, на улицу Труда, 21, вам покажут все документы. Все документы сделаны в магнитогорских инстанциях. То есть, это магнитогорская контора. То есть, вы даете деньги настоящим магнитогорцам, они их крутят, и, естественно, вам прибыль дается. Все остальное. Ну, вы думаете сами, кооперативов у нас очень много. МММ у нас тоже сейчас новая появилась уже, 2014. Так что думайте. Но МММ штучка такая веселенькая. То есть, вы деньги отнесли, кто-то поимел, а потом все. Продолжение следует.